Карлос Кастанеда – это американский антрополог, книги которого повествуют о драматическом обучении у индейского шамана из племени Яки по имени Дон Хуан. Его книги излагают необычную и глубокую в своей основе философию существования, которая стала популярной среди представителей западной молодежной культуры конца 60-70-х годов XX века. Об официальной жизни Карлоса Сезара Арана Сальвадора Кастанеды известно крайне мало, да и то, что известно, переплетается с двусмысленностью и мистификациями, возникновению которых часто способствовал сам Кастанеда. Точно неизвестны даже дата и место его рождения, ровно как неточная дата и место его смерти. Но что точно известно, так это то, что знания, описанные Кастанедой в своих книгах, стали сенсацией философии XX века не только в западном, но и во всем образованном мире. Трагедией знаний Кастанеды является их полная профанация со стороны подражателей и толкователей, которые были далеки от истинного понимания философии книг Кастанеды и зачастую своими целями ставили лишь развитие собственной популярности и обогащение на имени известного и загадочного автора. Вследствие подобного ошибочного понимания философии знаний Кастанеды, она в лучшем случае стала восприниматься обществом как творчество автора, находящегося перманентно под действием психотропных растений. Поэтому к такому знанию со стороны общества не могло быть иного отношения, кроме как пренебрежительного или крайне насмешливого. Но стоит ли поддаваться общим тенденциям и пропускать такое интересное философское явление минувшего столетия, как стройность идейных концепций, описанных в книгах Кастанеды? Или все же необходимо разобраться как минимум в основах описанной философии, чтобы попытаться разглядеть в ней алмаз, засыпанный песком клеветы, в пустыне общественных заблуждений и стереотипов? Для думающих исследователей в ответе на этот вопрос не может быть никакой двойственности и неоднозначности. Рассмотрим схематичное изображение иерархии понятий, представленных в книгах Кастанеды, чтобы углубиться в один из блоков ключевых идей таинственного знания. В таблице собрана часть основных понятий, описанных Кастанедой в своих книгах, которые выстраиваются в понятную, но в то же время глубокую философию, называемой Кастанедой нагволизмом или шаманизмом. Поговорим о восьми ключевых понятиях, формирующих сердце нагволизма. По словам Дона Хуана, учителя Карлоса Кастанеды, краеугольным камнем мучения магов Древней Мексики являлась идея остановки внутреннего диалога. Внутренний диалог – это программа, повторяемая ежесекундно человеком в своем сознании и позволяющая ему описывать объекты внешнего мира. Плюсом такой программы является тот факт, что она позволяет человеку описать окружающий его мир с определенной долей понятности и ясности. Минусом, перечеркивающим все потенциальные плюсы, является механизм самого внутреннего диалога, который делает человека замкнутым, закупоренным и привязывает его лишь к одной описательной модели мира, существенно снижая адекватность восприятия действительности для самого человека. Опираясь на философские взгляды шаманов Древней Мексики, можно утверждать, что мир – это энергетическая структура, представляющая собой постоянные перипетии энергетических потоков, а также их взаимосвязь и изменчивость. Замкнутый в системе описания мира человек является законсервированным или недоступным для новых течений энергий, постоянно пронизывающих мироздания. Другими словами, составив однажды картину описания мира, человек придерживается ее до конца своих дней, что с одной стороны помогает ориентироваться человеку в окружающем его мире, с другой же стороны не позволяет ему пересматривать свои взгляды, имея при этом возможность увидеть и воспринять что-то новое. Подобное положение вещей описывается в книгах Кастанеды как процесс фиксации точки сборки. Чем же является точка сборки? Чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к труду Тимоти Фрека и Питера Ганди, Иисус и падшая богиня. В нем авторы описывают элементы философии гностицизма, учения периода становления христианства, исчезнувшего в конце IV века н.э. в результате борьбы римско-католической церкви с ересями. Согласно философии гностицизма, человек является сложной тройственной структурой, состоящей из духа, души и тела. Интересным представляется рисунок, приведенный в этом труде, и описывающий взаимосвязь этих емких и непростых понятий. Вот что пишет Тимоти Фрек, описывая приведенный рисунок. Линия окружности символизирует физическое тело, которое в античности называли физис. Отсюда и происходит слово физический. Это наше внешнее я. Радиус представляет собой психе. Обычно это понятие переводится как душа. По отношению к внешней оболочке, телу, психе, душа, является нашим внутренним я. Гностики полагали, что это более глубокий уровень человеческого естества, чем тело. А в центре находится основная неотъемлемая часть нас, которое назвали пневмо или нус. Плотин описывает нус как знающий источник. То в нас, что понимает. Субъект любого опыта и переживания, который каждый из нас называет я. Это ощущение бытия в каждом человеке. Это и есть то, кем мы являемся в действительности. Более уместный современный перевод слов. Пневмо и нус. Сознание. Являясь центром круга, дух сообщается с телом посредством души. Тело – одна из множества точек, находящихся на окружности круга. Согласно гностическому видению вещей, душа и тело являются изменяемыми объектами, составляющими круг. Подобное соответствует представлениям восточных философов о метампсихозе или реинкарнации. Согласно этому знанию, дух воплощается из раза в раз в тело, сообщаясь с ним посредством души, связанной интеллектуальной и ментальной землей, и опытом, накопленным всеми ее живущими и называемыми индусами Акашей. Следуя логике этого учения, дух, накапливая опыт от воплощения к воплощению, эволюционирует и приходит к состоянию, которое буддисты называют нирваной. Это состояние пребывания сознания человека в духе, без внешнего иллюзорного влияния окружающего мира и последующей необходимости воплощения на земле после физической кончины. Подобная схема позволяет более полно раскрыть некоторые из идей философии шаманов в Древней Мексике. В центре круга находится восприятие человека, некая сила, которая соотносит и сообщает его внутреннюю структуру как энергетического существа с внешнеэнергетической структурой мира. После того, как произошел момент соотношения и взаимодействия структур, точка сборки, схематично представленная радиусом круга, касается одной из огромного множества точек на окруженности, когнитивной системы или другими словами системы описания мира. После этого описательная система, выставленная посредством анализа реакций, полученных человеком от органов чувств, фиксирует точку сборки, которая направляет восприятие в соответствующем закрепленному положению точки сборки. Восприятие, как и дух человека, является непрерывно действующей и неизменяемой силой, благодаря которой человек связан с миром форм посредством души, воплощенной в теле. Восприятие фиксируется точкой сборки, подобно линзе, направляющей оптический луч, и подсвечивает сектор идей, связанных с миром форм, за которым закрепляется луч восприятия. Так человек формирует мнение о мире, представленное его системой мироописания. Но такая система не является единственной и конечной. Кастанеда писал, что мир представляет из себя бесконечную тайну, которую человек пытается разгадать, и существует миллион способов, чтобы его увидеть и описать. Что касается устоявшегося порядка вещей в мире, то это всего лишь негласная договоренность людей о фиксации точки сборки в строго определенном положении, чтобы видеть мир одинаково. Дон Хуан утверждал, что у человека с самого рождения есть 100 учителей, обучающих его негласно фиксировать точку сборки в строго определенном месте на энергетическом теле. Следующим понятием нагволизма, описанным в книгах Кастанеды, является личная история человека. Если точка сборки предлагает восприятию человека интерпретацию мира в единственном варианте, то личная история является следствием этого процесса единственного и строго описания, предлагая сознанию единственное и строгое описание самого человека. Это то, что думает о себе человек, чем он является в описанном мире. Отсюда становится понятным, почему внутренний диалог превращает человека в статический объект, не позволяет ему быть текучим и взаимодействовать с энергетическими токами постоянно меняющегося мира. Личная история фиксирует человека, закрепляя его сознание на определенном наборе образов мира, с которыми человек себя ассоциирует, описывая и объясняя самому человеку, кто он есть в мире повседневности. Подобный описательный набор образов практически никогда не меняется до конца человеческой жизни. Личная история – это код программы внутреннего диалога, в котором прописана неявная обязанность человека запускать его не только в своем сознании, но и в представлении окружающих его людей. Они же, в свою очередь, программируют человека в обратном направлении, подкрепляя установленную в человека программу личной истории, вписывая в нее только те строчки алгоритма, которые соответствуют коду. Процесс зацикливается сам на себя. У человека практически не остается шансов сделать что-то вне прописанного в его сознании алгоритма личной истории, потребляющего по сути весь доступный ему энергетический ресурс. Подобный процесс истощает человека, делая его слабым и неустойчивым перед лицом малейших испытаний повседневной жизни. Неужели тебе не ясно? Твоя личная история постоянно нуждается в том, чтобы ее сохраняли и обновляли. Поэтому ты рассказываешь своим друзьям и родственникам обо всем, что делаешь. А если бы у тебя не было личной истории, надобность в объяснениях тут же отпала бы. Твои действия не могли бы никого рассредить или разочаровать. А самое главное, ты не был бы связан ничьими мыслями. Знание шаманов Древней Мексики утверждает, что мы на протяжении всей нашей жизни тратим огромный энергетический ресурс, который у каждого из нас ограничен и конечен, на поддержание себя и своего образа в мире. Мы иссушаем себя внутренне и физически, рассказывая постоянно свою личную историю с помощью внутреннего диалога с самим себе и с помощью инструментов социализации окружающим нас людям. Человек, согласно шаманизму, это постоянно текучая энергетическая субстанция, находящаяся в постоянной связи с энергетическими потоками мира, неисчерпаемая бездна вдохновения и тайны для самого себя. Именно это ощущение должно наполнять человеческую жизнь дыханием и движением. Но как современный человек может не создавать личную историю, являясь при этом социальным существом? На этот вопрос отвечает Дон Хуан. Ты должен постепенно создать вокруг себя туман, шаг за шагом стирая все вокруг себя до тех пор, пока не останется ничего гарантированного, однозначного или очевидного. Твоя беда в том, что ты вынужден всем все объяснять, и в то же время ты хочешь сохранить ощущение свежести и новизны от того, что делаешь. Видишь ли, наш выбор ограничен, либо мы принимаем, что все реально и определено, либо нет. Если мы выбираем первое, то в конце концов смертельно устаем и от себя самих, и от всего, что нас окружает. Если же мы выбираем второе и стираем личную историю, то все вокруг нас погружается в туман. Это восхитительное и таинственное состояние, когда никто, даже ты сам, не знает, откуда выскочит кролик. Знание, описанное Кастанедой, говорит, что избавление от статичности личной истории зиждется на трех основных моментах. Использование смерти в качестве советчика, принятие ответственности за свои поступки, избавление от чувства собственной важности. По словам Дона Хуана, человек пропитан идеей бессмертия, что делает его безрассудным и обманутым. Вместо того, чтобы тратить каждый миг своей жизни максимально эффективно и трезво, обычный человек расплескивает и размазывает себя по плоскости повседневности, исчерпывает свой ресурс понапрасну, уставая от собственной глупости. Между тем, только идея ограниченности временного ресурса жизни, идея неминуемой смерти, согласно Кастанеде, придает веса и силы каждому человеческому поступку, если действие происходит, исходя из полного осознания конечности существования. Смерть идет по пятам за каждым, отсеивая настоящие от бельберды в жизни человека. Когда ты в нетерпении или раздражен, оглянись налево и спроси совета у смерти. Масса мелочной шелухи мигом отлетит прочь, если смерть подаст тебе знак, или если краем глаза ты уловишь ее движение, или просто почувствуешь, что твой попутчик всегда рядом и все время внимательно за тобой наблюдает. Каждый раз, когда ты чувствуешь, что все складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повинись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет, ну и я же еще не коснулась тебя. Кастанеда пишет, что в мире нет ни одной силы, которая бы гарантировала человеку, что он будет жить в следующую минуту. Именно поэтому, согласно описанной им философии, человек должен действовать в своей жизни так, как будто это его последняя битва на земле. Только так человек может раскрыть свой потенциал, отдаться процессу искренней, со всей полнотой, не тратя ни мгновения на сомнения или предубеждения и прочую незначительную чепуху. Только так он сможет почувствовать всю полноту жизни. И только так, освободившись от ненужного в сознании, человек становится счастливым. Смерть охотится за каждым из нас, она всегда рядом за нашим левым плечом. Человек должен обратиться к смерти за советом, чтобы избавиться от бездарной мелочности, свойственной людям, которые живут так, словно смерть никогда их не коснется. Идея принятия ответственности за свои поступки в философии нагволизма тесно переплетается с идеей смерти советчики, идущей рядом с человеком на протяжении всей его жизни и способной забрать его в любой момент. Согласно таинственному знанию, описанному Кастанедой, принятие ответственности за свои поступки должно совершаться перед лицом смерти, которое выступает единственным критерием истинности и необходимости этого поступка, по праву того, что является ограничителем человеческой жизни. Именно поэтому в рамках философии нагволизма ее называют советчик, к которому человек должен прислушиваться всегда, постоянно ощущая его присутствие на кончиках собственных пальцев. Принять на себя ответственность за свои решения, это значит быть готовым умереть за них. Ты, в отличие от меня, ведешь себя так, словно ты бессмертен, а бессмертный человек может позволить себе отменять свои решения, сожалеть о том, что он их принял, и в них сомневаться. В мире, где за каждым охотится смерть, приятель, нет времени на сожаление или сомнение. Время есть лишь на то, чтобы принимать решение. Что именно человек делает, значения не имеет, но он должен знать, зачем он это делает, и действовать без сомнений и сожалений. Исходя из осознания того, что любая ситуация может оказаться последней битвой на этой земле, человек пребывает в полной ясности собственного рассудка, преисполненной ответственностью за свой выбор, благоговением перед грядущим с его последствиями. Согласно восточным философским воззрениям, единственная форма, в которой способна присутствовать разумная деятельность, это человеческая форма. Некоторые учения говорят о том, что человек способен своей рассудочной деятельностью выстраивать объекты мира таким образом, чтобы привлечь эволюцию в собственную жизнь, а через нее во все мироздание, являясь его неотъемлемой частью. Любой механизм, уменьшающий рассудочную деятельность человека и влияющий на нее деструктивно, является механизмом противодействия эволюции. Чувство собственной важности это один из таких мощных механизмов по сдерживанию эволюции человечества. Это еще одна программа в сознании человека, корректирующая и направляющая его поведение в предсказуемое русло рефлексорного, инстинктивного восприятия действительности. Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире – это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь, ты не видишь в нем ничего, кроме себя. Мы находимся в таинственном мире, и люди значат здесь ничуть не больше всего прочего. Нагвализм говорит, что мир – это необычайно громадная тайна, сложнейшая структура, в которой человек является таким же звеном с точки зрения важности и потоков энергии, пронизывающих окружающий мир, как и все, что в нем находится. Лишь только человек предается любованию себя, он становится словно скакун зашоренным взглядом, что бежит по одному единственному пути, попавшему в его поле зрения, вместо того, чтобы увидеть всю прелесть и величественность окружающей действительности. Философия шаманов Древней Мексики, описанная Карлосом Кастанедой, утверждает, что замкнутый на себе человек отвлечен от познания мира и сфокусирован исключительно на представлениях о собственной персоне. Такой человек перестает адекватно воспринимать и осмысливать действительность, ограничившись лишь мизерной частью целого мироздания, одной из величайших тайн которого является сам человек.